Приветствую, друзья! Сегодня 22 марта. Во-первых, хочу всех поздравить с праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в семье, чтобы у вас все было хорошо, чтобы не было никаких войн, чтобы не было каких-то сложных ситуаций, чтобы мы все жили в дружбе и согласии. Сегодня я хочу поднять вопрос касательно аренды жилья. Как вы знаете, многие хотят приобрести квартиру в Стамбуле, и параллельно возникает вопрос, где будем жить. Есть два варианта – это в отеле, либо снимать квартиру. Я использовал, естественно, первый вариант – я жил в гостинице, потому что мне было так удобнее, когда я рассмотрел все возможные варианты. По аренде квартир есть два варианта. Один через сайт посмотреть, Airbnb, если не ошибаюсь. В этом сайте вы можете посмотреть, выбрать город, район, махале, скольки комнатная вам квартира нужна. Все это можете посмотреть с мебелью, без мебели. Без проблем вы можете там найти. Но, опять же, вы должны все просматривать конкретно, что где находится, что имеется, что не имеется, чтобы не было по факту проблем, каких-либо вопросов. Второй вариант – самостоятельно искать и снимать квартиру. Этот вариант, конечно, он очень сложный, потому что здесь аренда квартир немножко отличается от наших, по крайней мере, от казахстанских. Например, в Казахстане без проблем, если мне нужна квартира, я самостоятельно могу пойти и найти квартиру. Никаких проблем нет. А здесь все делается через риэлторов, и здесь много подводных ко мне. Например, здесь, чтобы снять квартиру, во-первых, вы должны услугу оплатить риэлтору. Сумма обычно равен месячной сумме аренды. Если вы, например, арендовываете за 4000 лир квартиру, естественно, 4000 берет МЛАКЧ за свои услуги. Плюс здесь вы должны оплатить депозитом на один месяц, на два месяца. Это уже оговаривается с арендодателем. Здесь случай, что разговариваете с риэлтором. Риэлтор вам говорит, на какую сумму депозита вы должны внести. Сумму депозита не возвращают, пока вы не будете съезжать. И здесь вопрос возникает, на сколько вы будете снимать. На короткий срок здесь нежелательно сдают, и очень сложно найти на короткий срок, поэтому тоже имейте в виду. Минимум полгода-год. Особенно, когда узнают, что вы иностранец, они стараются вам сдать на долгий срок, минимум на год, и требуют сумму на год вперед. Поэтому это тоже финансово очень сложно. Например, когда я приехал, хотелось снять квартиру, тоже искал. Я в Казахстане был, прежде чем приехать, искал. Я не нашел, приехал, я думал, здесь найду. Но нет, сказали, вы должны за 6 месяцев минимум оплатить сумму, тогда было 3000 лир, плюс вы должны еще дать ЕМЛАК4000, и еще депозит. Я так посчитал, думаю, ничего себе, я столько, возможно, не буду жить, возможно, я раньше найду квартиру, и я по договору должен столько прожить. Еще мой депозит вряд ли отдадут, потому что депозит, чтобы вернуть, это тоже нужно иметь терпение и усилие, потому что не все готовы отдать деньги. Ну, в принципе, кто захочет отдать деньги, которые взял на руки. Резон, что не все готовы это отдать. Почему они могут не отдать? Вдруг вы квартиру сняли, что-то поцарапали, или где-то что-то сломалось, возможно, это уже сломано было, но вы не посмотрели, не увидели, но сказали, что вы сломали, вы же не докажете, что вы это сломали. Поэтому в таких случаях удерживается депозит. Учитывая все эти проблемы, я отказался. Но в любом случае, для тех, кто хотят все-таки снимать, я и рассказываю, каким образом. Хочу здесь дать совет. Если вы нашли квартиру, риэлторам договорились, вот мы будем снимать на год, на полгода, уже по условиям вам решать, согласитесь или нет. Здесь идет опис всего, что имеется в самой квартире. Обычно квартиры сдают пустыми, но бывает с мебелью, с полной комплектацией, тогда вы обязательно должны сделать опис всего, что имеется, и состояние описывать квартиры. Здесь тоже вопрос спорный, поэтому я рекомендую все-таки, когда вы снимаете квартиру, включите телефон, отснимите от двери полностью все комнаты, санузлы, полностью проверяйте, все на месте, работает, не работает, включайте, отключайте, таким образом все зафиксируйте видеорегистратором. Таким образом, завтра, когда вы возвращаете квартиру, то есть освобождаете квартиру, чтобы вы конкретно показали по видео, вместе прошлись, сказали, все окей. Потому что здесь как, сняли квартиру, хотели картинку повесить, повесили, хотели там телевизор другой поставить или на стенку повесить, повесите, никаких проблем нету, но когда вы съезжаете, вы должны заделать все эти дырки, стенки, побелите, если вы там замарали. То есть в каком состоянии вы приняли квартиру, в таком же состоянии вы должны сдать квартиру. Здесь за этим очень жестко смотрят, проверяют, при необходимости удерживают с вашего депозита. Поэтому это имейте в виду. Кстати, касательно квартир, квартиры также вы можете в СИТ арендовать, также вы можете в апартмане арендовать, никаких проблем нету. Но я все-таки считаю, будет правильнее экономически, что вы можете сэкономить в апартмане. В апартмане Айдат маленький, вы знаете, да, в апартмане вы только оплачиваете за уборку, там 40 лир, вот я насколько знаю, 30-40 лир, примерно так. А если это СИТ, начинается от 300-400, даже есть больше тысячи. То есть если вы хотите крутую квартиру в хорошем СИТ, там и Айдат будет очень хорошим. Потом, чтобы вы точно знали, почему это для меня еще было хлопотно, если вы арендовываете квартиру, вам квартиру отдают, оплату принимают, но в этой квартире не будет ни воды, ни света, ни газа. Потому что здесь правило, вы арендовываете квартиру, вы должны на себя оформлять все коммунальные услуги, начиная от Айдат, заканчивая там газ, свет, электричество, все должны на себя оформлять. И для этого, так же, как и при покупке квартиры, вы должны пройтись по всеми этими инстанциям, на основании договора аренды, ходить и оформлять на себя все эти услуги. После этого службы этих услугодателей, например, газ, свет и так далее, приходят, подключают. Например, когда я покупал квартиру, я пошел, подписал, мне на следующий день кто-то пришел, подключал, там, я не ошибаюсь, газ, электричество в день-день подключили, потому что у них там быстро все онлайн как-то что-то сделали, но быстро прям подключили. Поэтому тоже придется немножко подождать, где-то какие-то услуги, чтобы это тоже имели в виду. Поэтому вы оплачиваете аренду, плюс оформляете, ходите, плюс еще вы должны ежемесячно платить. И самое интересное, когда вы оформляете все эти услуги коммунальные, вы где-то должны дать депозит. Например, при оформлении электричества вы даете на 3 месяца, что ли, депозит. Они среднюю такую посчитают, например, у меня взяли 250 лир, где-то взяли 170 лир, где-то взяли около 500 лир. Это в виде депозита, вдруг вы за электричество или за газ не оплатили, они будут эту сумму удерживать. Поэтому это тоже расход своего рода. Я не стал заморачиваться, просто нашел отель по стоимости недорогую, 1 плюс 1. Там у меня мини-кухня была без плиты, но все остальное, чайник, холодильник, раковина, шкафчик, посуда, все это было там. Уборку делали раз в два дня. В принципе, отель недорогой был, и таким образом вышел из ситуации. Я спокойно стал искать, я и того месяц прожил. Помните, как я раньше рассказывал, что я очень долго пришел ждать. Но в любом случае, не было у меня никаких депозитов, не было никаких беготней, чтобы я оформлял, ходил. Я не хотел на все это тратить свое время. Но если люди хотят пожить, посмотреть, как вариант, конечно, можно. Поэтому выбор всегда будет за вами. Вы должны всегда думать, какие у вас будут расходы, насколько это будет хлопотно, сколько времени вы тратите на то, чтобы арендовать, оформлять все это дело. Поэтому всегда имейте в виду. Как вы знаете, из Казахстана приезжают. Я знаю, что у нас три месяца безвизовом режиме. Можете здесь жить, никаких проблем нет. Если вы хотите приехать, арендовать квартиру, оформить ВНЖ, вы знаете, с этого года по аренде квартиры дают на шесть месяцев визу. Чтобы вы все это знали, понимали, что порой бывает, что лучше приехать пожить месяц-два либо через сайт Airbnb, или пожить в отеле. Таким образом, лучше вы сэкономите деньги, пускай дороже будете платить, но нету никаких рисков, что ваш депозит вам не вернут. Это самый большой риск был для меня. И второй риск, не то что риск, а я не хотел время тратить на оформление ком-услуги. Потому что при возврате квартиры, то есть вы обратно сдаете квартиру, возвращаете, вы должны обратно ходить на все эти инстанции, закрывать свои счета. И это дополнительная работа. Поэтому я не хотел на себя взять эти все хлопоты, ходить на ту квартиру, на которую, в принципе, я долго не рассчитываю. Вот я вкратце, что хотел рассказать, чтобы было информативно по аренде квартиры. Вы можете самостоятельно все это искать, никаких проблем нет. Но квартиры все сдаются через риэлторов. Все это, чтобы знали. Всем удачи, успехов! Еще раз праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!